Внимание, ребят, внимание, я выполнил этот челлендж, не используя усилители и выстрелы, да, хорошо устроился, ооо, ребята, баги, баги начинаются, что? Капец, снова два атласа, ребята, это жесть. Ребятушки, всем здарова, с вами Ардимен, короче, ребята, я придумал сегодня новый челлендж, вы не поверите, что это, короче, челлендж заключается в том, чтобы взять какой-нибудь любой, в принципе, танк, который у меня есть в ангаре, ребята, и завалить, пойти в бой, ребята, и завалить танк противника только усилителями, да, ребята, да, не выпуская ни одного выстрела, ребята, на кнопочку выстрела, которая у нас есть в бою. Просто взять усилитель и завалить полностью противника усилителями, вы прикиньте просто, насколько это жестко, и я примерно так, ну, посмотрел, понял, что для, так сказать, чтобы мне завалить, мне по-любому нужно брать усилитель пилу, ребята, потому что, ну, а как по-другому? Ну, один раз-то я, может, ракеты выпущу, они там скинут сколько-то урона, или, или, или авиаудар тоже скинет сколько-то урона, сколько-то жизни нанесет врагам, но не завалит до конца. А вот кто завалит до конца, ребята, так это пила, то есть надо будет, по сути, ездить и пилить танки. Вот я не знаю, получится у меня это или нет, поэтому давайте вместе с вами я сейчас это попробую, и, наверное, я даже не знаю, в какие бои, ну, давайте один на один. Я так понимаю, я буду немножко, наверное, может и проигрывать, но ничего страшного. О, против меня еще и мамонт попался, капец, это будет мега сложно, ребят, я, я немножко в шоке, то есть мне нельзя стрелять, вы понимаете, мне надо просто подъехать и вот так вот атаковать. О, капец, как он мало сносит пилой жизни, как же это мало, ребят. Так, моя единственная возможность это держать его дуло вверх, нет, 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 он все равно, ребят, он все равно поворачивается на меня. Вы просто гляньте, сколько у него жизни, как мало сносит пила моя ему жизни, капец, ребята, смотрите, сколько у меня осталось жизни, все, все, у меня уже не осталось жизни, ребята, это просто жесть. Так, я не буду сохранять результаты, потому что я так чувствую, это не первая моя, так сказать, проигрыш, мой проигрыш. Хорошо, давайте возьмем кобру, я беру кобру, здесь у меня пила, собственно, какого, пятого уровня, давайте возьмем кобру пятого уровня, пила. И, наверное, сходим в бои 2 на 2, может быть, там будет больше шансов, потому что в 1 на 1 у меня попадаются в основном только уже такие достаточно профессиональные боты. Это не игроки, ребята, это боты. Ну, в смысле, у них много жизек. Так, единственный мой шанс, может быть, завалить вот здесь, в этом режиме. Так, Джокер едет, отлично. Длин, ребята, мне нельзя стрелять, мне просто нельзя стрелять. Это, конечно, очень сложно, пила должна быть, ну, как минимум, максимально прокаченной. Так, вот в режиме 2 на 2 у меня есть все шансы победить за счет того, что атакует мой союзник. И я немножко... Да, 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 давай, да! Да, ребята, завалил пилой, я все-таки завалил Джокера пилой. Но это в режиме 2 на 2, ребята, у меня получилось сделать с помощью союзника, который мне помогал выстрелами. Но, тем не менее, ребята, я выполнил этот челлендж именно в режиме 2 на 2. Это не так сложно, как в режиме 1 на 1. Вот это я понял, ребята, хорошо, хорошо. Тогда, тогда, ребята, давайте возьмем еще какой-нибудь мощный танк. У какого танка здесь вообще, в принципе, много жизней? Вот у Атласа, по-моему, не сильно-то и много. Так, Скорпион, Конг у меня всего лишь 2 уровня, вообще не выпадают мне на него детальки, ребята, давайте... О-о-о! Давайте возьмем Скорпиона, вы смотрите, тут пила 11 уровня, что? Давайте, ребята, берем Скорпиона 1 на 1, бои, ребята, это, конечно, жестко, это очень жестко. О, давайте Сундучок, редкий, редкий, давай, давай, выпадай мне детали на Конга. Нет, на Отсадного выпали, хорошо. Так, погнали, 1 на 1, Скорпион, ребята. И у меня... А-а-а, против меня Атлас попался. Что, ребята, у него же самонаводящиеся ракеты. В меня и так легко попасть, а тут будет попасть еще легче, ребята. Так, ну ладно, у меня зато здесь пила более мощная. Ну, смотрите, он от меня просто убегает и атакует ракетами. То есть, ну да, да, собственно, хорошо устроился. О-о-о, ребята, баги, баги начинаются. О-о-о, что? Я почти насквозь прошел Атласа, вы это видели? Что это такое было? Так, нет, не получилось в этот раз. Давайте еще одну попыточку сделаем. Еще одну попыточку на Скорпионе. О, против нас маленький Джокер. Ой, я даже не знаю. Я даже не знаю, какой мне противник нужен, чтобы с ним было легче. Да тут со всеми сложно, в принципе-то. Ну, Джокер, конечно, будет очень часто им. Но... О-о-о! Он еще и откидывает меня, так этот малеха, малой. Так, ну давай. Вот, в принципе, у меня вроде бы неплохая позиция. Нет, он все равно здесь, понятное дело, попадает по мне. Не-не-не-не-не, я отъеду. Я отъеду, потому что не надо мне этого счастья. Так, получай, братишка, моей пилой. Давай-давай-давай-давай. Один с туровень, ребята, пила, жесть. Как же мало я все-таки сношу урона. Все равно даже Скорпионом, ребята. И несмотря на то, что у меня здесь достаточно много... О, вот так, нет, нет. Все равно он по мне попадает, ребят. Капец, это сложно. Это сложно в режиме 1 на 1, даже на Скорпионе. Даже с более-менее прокачанной пилой. Давайте пойдем на нем в 2 на 2 режим. Попробуем здесь, потому что, ну, в прошлый раз мне повезло. Но так может вести, опять же, не всегда. Да, ладно, погнали, бой начинается. Так, союзник, едь вперед, потому что... Мне, так сказать, все жизнь какие-то снимут. А мне нужно добраться до врага. Вот, вот, давай пилим. Капец, как меня быстро уничтожили, ребята. Это жесть. Но я, к сожалению, не выжил. И мой союзник тоже не выжил. Кстати, результат я сохраню. Как бы эпический сундук терять не хочется. Поэтому ради вас, ребята, потрачу здесь гемасики в этих режимах. Поэтому поставьте лайкос, ребята. Ради вас стараюсь, трачу гемасики. И подпишитесь, кто не подписан. Давайте еще разочек на Скорпионе. Потому что, ребята, это жестко. Это жестко. Ну, естественно, блин, снова Титан попался против Титана. Очень сложно, ребята, играть. Это жесть. Это просто жесть. Челлендж, конечно, максимально сложно, ребята. Не знаю, кто-нибудь сможет еще выполнить этот челлендж, кроме меня. Ну, я в 2 на 2. У меня получилось. Один разочек получилось. Но пока больше не получалось. Вот, меня снова завалили. И, походу, мой Титан сейчас союзник, да, тоже проиграл. Просто, братишка, проиграл. Так, хорошо, давайте поменяем Танчик. Потому что, кстати, мне тогда повезло с Коброй. А вот сейчас что-то вообще, вообще не везет мне как-то с союзниками. Или, я не знаю, с кем, или с жизнями. Так, давайте Кобру нашу старую. Потому что с ней получалось выигрывать. Хотя, по-моему, у Скорпиона больше жизней. Ой-ой-ой, снова еще и Катюша, ребята. Она на дальние расстояния. А со мной башня? Самый лучший союзник, ребята. Конечно, самого лучшего союзника мне игра подкинула. Так, погнали. Давай-давай-давай. Как можно быстрее сближаемся. Так, так-так-так-так-так. Нет, Титан очень много урона наносит. Наносит блинчик. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Пилим-пилим-пилим-пилим. Блин, жестко, ребята. Просто жестко. Да, пилой, конечно, очень сложно играть. Еще и башня у меня. Самый крутой союзник. Хорошо, хорошо, ребята. Раз с пилой не особо-то и круто получается, давайте попробуем взять с вами другой усилитель. Я даже не знаю, если честно, какой здесь вообще будет лучше. Быстрая перезарядка, естественно, нам не поможет. Нам нельзя стрелять. Так, ребята, у меня есть идея. У меня есть идея. Но для этого мне потребуется, естественно, союзник. Только в режиме 2 на 2. Я беру просто напалм. Так, я взял напалм? Да. Я беру напалм, ребята. И я буду атаковать им, когда у врагов останется меньше всего жизней. То есть все зависит, по сути, от моего союзника. Я стрелять не буду. Вот у меня, кстати, Титан, союзник. Это очень хорошо. Я буду ждать удобного момента, чтобы бросить бомбы. И добить врагов, так сказать. Давай, Титанчик, тащи. Так, я тоже бросаю бомбы. Давай, давай. Паратишка, только не умирай. Только не умирай. Да! Да, мы победили. Просто вот. Идеальная тактика, ребята. Идеальная тактика. Я играл только усилителями, и мы победили. Ну, собственно, это только в команде такие трюки. Возможно, ребята, если бы не команда, это было бы очень сложно, я так понимаю. Да, скорее всего, это было бы очень и очень сложно. Хорошо. Давайте я возьму Арахнида. Так, у меня здесь, если честно, такие слабенькие усилители на нем. Давайте, не, не будем Арахнида брать. Давайте возьмем снова Скорпиона. У меня здесь крутые усилители с крутым уровнем, в смысле. Так, и возьмем на него, давайте, авиаудар. Попробуем с авиаударом пройти этот челлендж. Он у меня здесь, авиаудар 11 уровня. Погнали тестировать этот челлендж на Скорпионе. Капец, снова два Атласа, ребята. Это жесть. Это жесть, я не знаю, что с этим делать. Так, нет, братишка. Катюша, едь вперед. Хотя ей вперед-то особо ехать не надо. Кстати, ё-моё, авиаудар, ребята. А они ракетами сейчас будут стрелять. Очень. Всё, Катюша минус. Просто Катюша минус. Ребят, и чё мне делать? Мы остались один на один с Атласом. И, собственно, ну всё. У меня нет усилителя. А он, по мне, сейчас будет своими ракетами стрелять. Ракетульками. Ладно, давайте его завалим хвостом хотя бы. Раз уж не выстрелами, хотя бы хвостом. Чтобы, ну, просто так не проигрывать в ноль. Но, по сути, мы здесь челлендж не выполнили. Это понятно, я надеюсь. Да. На Скорпиончика попробую поставить Напалм. И с Напалмом попробуем победить. Здесь он такого достаточно высокого уровня. Больше, чем на Кобре, по-моему. О, против нас Кобра с Арахнидом. Ну, в принципе, неплохо. А у нас Феникс. Ну, ёлки. Надо, если честно, помощнее. Помощнее союзника, у которого мощная пушка. У Феникса. Ну, не сказать, что она мощная какая-то. Так, ну давай. Давай. Он уже два снаряда получил, пока ехал их атаковать. Ну, это, конечно... Да хватит меня отталкивать. О, да он сам, ребята, победил. Мне даже делать ничего не пришлось. Я только хотел бомбы бросить. И всё, меня оттолкнули. Но победил мой Феникс. Ну, то есть, по сути, я даже... Ребята, я победил. Я... Я... Не, внимание, ребят. Внимание. Я выполнил этот челлендж. Не используя усилители и выстрелы. Да. Ну, за счёт союзника, конечно. В один на один такая, конечно, штуковина не прокатит. Ребята, там уже всё по-другому. О, о, давайте возьмём осадного. Конечно же, поставим на него авиаудар. Девятого уровня он у меня тут есть. Погнали. Погнали, на осадном пройдём этот челлендж. Ой, Катюша. Ой, Тесла. У них самонаводящиеся, по сути, снаряды. Ну, у Теслы точно. А вот у Катюши просто, просто вредная. Далеко стреляет. Это неприятно, неприятно. Так. Вот она, вот она. Уже начинает своими ракетами тут размакивать. Ой, отходим, отходим. Ой, я прям под бомбы. Блин, всё, бросаю, ребята. Бросаю авиаудар. Затащит он или нет? Затащит или нет? Ну же, тащи. Тащи. Нет. Ребята, он не затащил. Против меня осталась Катюша. И, по сути, не получилось пройти челлендж. Так, я попробую. Нет, не получилось. Ха-ха. Катюша меня завалила. А эпический кейсик я терять не хочу. Так. Ребята, я хочу получить этот эпический кейсик. Поэтому снова берём осадного. И попытаемся на нём победить. Мне срочно нужна победа с помощью усилителей на осадном. О, со мной Титан. Это другое дело. Вот это нормально. Я люблю мощные пушки, как говорится. Давай. Давай, я вас вижу. Вы уже здесь. И помог чем смог. Титан, тащи. Пожалуйста, братьюнь. Просто тащи. Нет, они на него выбросили бомбы. Да ладно. Нет, ребятки. Снова здесь не получилось пройти этот челлендж, к сожалению. Да, на, получай. Так. У-у-у. Дым. Так, первого завалил. Первого завалил. Но челлендж я не прошёл, к сожалению. Я просто хочу уже хотя бы сундук забрать. Где там второй? А второй это Катюша же, да? Да, где ты? Катюшка. Воу-воу-воу. Ты где? Братюнька. Братюнь. О, вот она. Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, она меня победила, ребята. Всё равно меня Катюша победила. Так. Так, нет. Я не собираюсь сдаваться. Ещё раз на осадном, ребята. Ещё раз на осадном. О, так же нет. Секобра. Хорошо, хорошо. А со мной кто? Со мной Джокер. Ну, посмотрим. Посмотрим, что ты сможешь, Джокер. По сути, здесь победа зависит от союзника. Я могу лишь один разочек подкинуть усилители. И если у меня получится, тогда да. Тогда да. Ой, бомбы. Бомбы. Нет, Джокера завалили. Да что ж такое-то? Так. Давайте мои бомбы. Нет, ребята. Мои бомбы не справились. Ну, нужен был напалм. Наверное, может быть, напалм бы и справился. Но точно не бомбы. Так. Давай. Давай валим, валим. Да! Да, всё. Я здесь победил. Но челлендж не прошёл. Челлендж не прошёл. Зато получил, наконец, этот эпический сундук. Ради которого гемасиков 30 отдал сейчас. Чтобы, ну, собственно, не потерять серию. Побед, ребята. Так, ребятушки. Ну, собственно, челлендж, в принципе, я прошёл. Я его прошёл только в режиме 2 на 2. У меня реально получилось победить врага чисто усилителем. И даже не используя усилитель. Но это вообще чистая удача. Такое бывает редко. Вот, ребятки. В принципе, пройти можно 1 на 1. Очень сложно. Очень нереально. Пила должна быть минимум 15 уровня. У меня такой пока, к сожалению, нет. И нужен какой-то танк с мощными хпшками. И то не факт, что повезёт. Надо прям стараться, стараться, стараться. Чтоб противник по тебе каким-то образом не попадал своими снарядами. И не мог тебя атаковать. Тогда потихоньку, в принципе, это было бы, наверное, реально. Но мне нужна пила 15 уровня. Большое спасибо за просмотр. Напишите, кому понравился этот челлендж. И поставьте лайкос этому видосу. С вами был Артемен. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok